Привет, друзья, здесь Демитков Юрий, и сейчас я хочу немножечко коснуться финансовой стороны, как ни страшно об этом говорить, вот терактов и терроризма. Дело в том, что такие громкие случаи, они естественно влияют на фондовый рынок. И для того, чтобы понять, собственно говоря, кто являлся организатором часто, и насколько этот человек умный, грамотный, можно посмотреть еще и за поведением фондового рынка, можно сказать, потому что многие люди выдвигают всякие различные конспирологические теории, что в этом замешаны какие-то ФСБшники крутые, или еще какие-то крутые люди. Вот, здесь тоже, ну, можно посмотреть, просто есть какие-то определенные доводы. Почему я об этом говорю? Дело в том, что когда был известный теракт 11 сентября в США, там накануне этого теракта наблюдалась распродажа. То есть там кто-то очень активно шортил американский фондовый рынок, или там не фондовый, там фьючерсы, скорее всего, были. Вот, кто-то активно шортил на очень крупную сумму. И этот кто-то подозревал, что произойдет теракт, который приведет к резкому падению фондового рынка после того, как это случится. Поэтому, значит, были куплены там соответствующие, насколько я понимаю, опционы на падение фондового рынка. Падение состоялось, опционы исполнились, и, соответственно, те люди, которые это сделали, заработали огромные деньги. И мы даже знаем, кто эти люди. Усама Бен Ладен. Он хороший финансист, мощный достаточно. И он это сделал. Давайте посмотрим, что происходило на российском фондовом рынке в момент и накануне теракта. Дело в том, что российский фондовый рынок, это, ну там есть фьючерс на индекс РТС. Вы знаете, что сам теракт произошел в 20 часов 22 марта. Давайте посмотрим на фондовый рынок. Вот сейчас вы его видите. Это индекс РТС. Что такое индекс РТС? Это стоимость активов совокупных, которые торгуются на бирже, российских, выраженной в долларах США. Вот. И, ну, у меня как раз он был куплен. Посмотрите. Я, в отличие от всяких там, ну, так называемых турбопатриотов, я вкладываюсь в фондовый рынок российский. И я верю в Россию, в отличие от вас. Вот. И посмотрите. Вот он долго-долго падал. И я считал, я решил, что он вырастет. Я купил один индекс РТС вот здесь, один индекс РТС, один фьючерс на индекс РТС. И второй я купил вот здесь. То есть у меня было два фьючерса РТС. И они постепенно росли. И я думал, что они вырастут, ну, хотя бы вот. Нет, я поставил вот сюда. Вот, видите, take profit, stop limit стоит. У меня был где-то вот здесь вот на 114 тысячах. Вот здесь вот на этом уровне. Вот. У меня стоял take profit. А stop limit я, ну, он поднимался постепенно. И я его постепенно поднимал, stop limit, чтобы зафиксировать прибыль. Ну, это стандартная ситуация. И я, поверьте мне, так сказать, как бы, у меня там вложена была совершенно небольшая сумма денег. Вот. И смотрите, индекс РТС растет. Что происходит дальше? 22 марта, смотрите. Ну, с утра индекс начинает падать. Посмотрите, вот. Насколько он упал? Да не сильно он упал, если честно, с утра. Это нормальная реакция. Вот, видите, вот такие две полосы. Это как бы, как, ну, коридор изменения индекса и в соответствии таленты Берлинджера. Вот, в соответствии с лентами Берлинджера индекс падает. Давайте посмотрим сейчас, значит, масштаб я немножечко раз, вот так вот, да. Вот, посмотрите, вот он падает. Вот, до сих пор он нормально. Дальше, если он пересекает эту линию, то, ну, говорят, что, ну, пробивает там уровень поддержки. Давайте посмотрим, вот это вот снизу, это объемы. Вот это вот объемы были, которые накануне. Вот это объемы, которые 22 марта были. Смотрим. Ну, значит, накануне в основном зеленые, то есть в основном покупки были на рынке, а 22 марта, ну, в основном продажи. В принципе, по объемам, по объемам, ну, когда преодолевается, в общем, так сказать, уровень поддержки, то, в общем, здесь ничего такого необычного нет на самом деле, потому что, ну, объемы выросли незначительно, незначительно. Вот, они выросли незначительно. Теперь смотрим сюда. 17 часов, 17.30, 18. Что происходит в 18 часов? В 18 часов просто крупные финансовые, так сказать, ну, игроки, они идут домой, потому что у них заканчивается рабочий день. Ну, как бы, все стандартно, здесь ничего такого. Вот, напоминаю, что я двигал свой стоп-лимит вверх, и вот здесь вот он у меня сработал, вот где-то здесь. Вот он у меня сработал, вот, ну, давайте посмотрим. Вот, раз, два. Здесь он сработал, я зафиксировал прибыль. И тут вообще, так сказать, никаких, вообще ничего не происходило. Ничего не происходило. Стоп-лимит сработал, ну, нормально. То есть, я как бы ожидал, что может пробиться коридор снизу, он пробился. Я его, так сказать, это самое, ну, как бы зафиксировал прибыль. Вот, мог бы зафиксировать здесь, но я-то надеялся, что он будет расти, но он падает. Ну, вот эта защита, как бы, такая страховочка. Ее надо всегда использовать. Я об этом рассказываю на курсе биржи начальников, как это делается. Вот, что дальше происходит? 18 часов мы видим, дальше никаких движений. Это обычная ситуация, потому что после 18, смотрите, там, 19, 30, там ничего не происходит, потому что все, крупные игроки ушли, никаких объемов, ничего здесь нет. Ну, и, соответственно, вот оно наступает 20 часов. 20 часов. Здесь какой? 30-минутный график, можно включить 5-минутный, попробовать. Вот, ну, сейчас тогда мне придется его подвигать так хорошо, сильно. Вот, туда. 25 марта. 24-е. 22-е. Вот, смотрите, вот он этот момент. 20. 20.00 и сразу резкое падение. Ну, логично, абсолютно. Резкое падение, да, объемы выросли. Ну, все логично, распродажа. Но распродажа не бесконечная. Но объемы выросли, да, но не сильно. То есть, о чем это говорит? О том, что, ну, по крайней мере, люди, у которых много денег, они не знали о том, что готовятся в этот момент. Вот так. Не знали. Кто у нас люди с деньгами? С большими. Ну, они там где-то сверху. Вот, они об этом не знали. Это говорит в пользу того, что, в общем, люди, которые, ну, там, окружение Путина, они об этом ничего не знали, и они этого не организовывали. Это то, что, ну, многие говорят, что вот там это вот, там, рязанский сахар и так далее, и так далее. Если бы это было так, здесь были бы, так это, накануне хорошие объемы. Вот здесь вот. Или раньше. Ну, насколько они хорошие. Ну, так себе, в общем. Таким образом, ну, фондовый рынок показывает, что, ну, по крайней мере, ну, не участвовали. Вот. И об этом же говорит поведение нашего лидера всемогущего. Вы знаете мое отношение ко всему этому и к нему тоже, но здесь в данном случае нет. Не причастны. Ну, это чисто мое мнение, а что вы думаете, напишите. Вот. Вот они, вот, пожалуйста, графики. Все. Да. И что дальше произошло? Ну, давайте посмотрим, что дальше произошло. Сейчас я 30-минутный график включу снова. Что дальше произошло? Ну, как бы падение, значит, нападение. Ну, у меня стоял take profit на покупку. Вот. Он, соответственно, сработал. Где-то вот здесь он сработал. Вот. Потому что он, так сказать, бухнулся вниз, потом отскочил. И на отскоке совершилась покупка. Это не здесь, а вот здесь где-то. Вот. Ну, и дальше, в общем, сказать, ну, как бы вот продажи, соответственно, дальше. Ну, стандартная такая вот, такая бадья, значит, здесь продал. Здесь продал, потом купил. Здесь купил, потом. А потом. А потом сейчас я делаю то же самое. На самом деле, вот. То есть я жду дальше роста индекса РТС. То есть ничего не случится в ближайшее время, скорее всего. Но на случай, если случится, вот смотрите, вот у меня есть take profit там же, значит, на 114.800. А стоп-лимит у меня, я потихонечку, вот по мере роста индекса РТС, я потихонечку его поднимаю вверх. Вот здесь я его купил, здесь продал. Здесь, вернее, это самое. Ну, если будет резкое падение, он продастся. Соответственно, ну, у меня, как бы, просто, ну, стандартная торговля, так сказать. Если кто понимает, о чем речь, вот люди могут понять. Вот, давайте включим еще четырехчасовой график. Посмотрим на это издалека. Ну, вот так это выглядит издалека. Вот оно, падение 22-го. И, значит, дальше постепенное восстановление. То есть, все, все чинно, все успокоилось. Вот мы идем куда-то. Сначала вот сюда, это уровень сопротивления. То есть, он пока досюда, скорее всего, дойдет, потом пойдет вниз. Если он пойдет вниз, то, значит, у меня будет где-то, ну, стоп-лимит стоять уже чуть выше, так сказать, там. Ну, как бы, ожидая отскока. Потому что, ну, вы видите, вот отскоки, они бывают постоянно. Он доходит до верха. Значит, он либо идет вдоль верха, это если он пробивает, там, ну, как бы, дальше идет. Либо он отскакивает немножечко. Вот на отскоке я его продам. Потому что, если будет отскок дальше, то, соответственно, там же будет стоять тейк-профит на покупку. Ну, это такие уже мелочи. И, как бы, это самое. Я здесь у меня всего-то ничего, всего два фьючерса. Там совсем небольшая сумма, там в районе 100 тысяч рублей. Вот, это очень-очень маленькая часть этого портфеля. Ну, просто для того, чтобы не потерять, ну, как бы, всякую сноровку. Ну, я не знаю, там на другом канале про инвестиции я показывал свой портфель. Это я не скрываю особенно. Вот, там, ну, небольшая сумма, в принципе, у меня всего миллион рублей. Вот, на этом деле из них 100 тысяч на фондовом рынке. То есть, одна десятая часть, и которая... Ну, дело в том, что срочный рынок, вот эти вот фьючерсы, всякие опционы, это крайне рискованные активы. И сюда надо соваться только, ну, понимая, о чем речь идет и как с этим работать. Вот, я этому обучал людей, так сказать, на курс биржи для чайников, там, опционы. У меня все это есть. Вот, потому что я в этом долго-долго разбирался. И напоминаю, что у меня специальность, вообще говоря, прикладная математика. То есть, я в этом разбираюсь. И при этом, смотрите, 10% вот актива, ну, просто потому что, ну, поиграться, во-первых. Во-вторых, да, здесь можно очень много заработать, очень быстро заработать. Но точно так же, с такой же скоростью можно и потерять деньги. Поэтому это высокорисковый актив. Этим надо пользоваться очень-очень осторожно. И всегда ставить take profit и stop limit. Об этом я рассказываю тоже, как это делать. И если кто-то не понимает, о чем речь, ну, тогда лучше не суетесь, пока не изучите. Курс бежит от чайников, грубо говоря. Вот так. Ну, на этом все, наверное. То есть, коротенькое такое видео. Просто комментарий. Просто комментарий. И аргумент тем, кто верит там в теорию, что это все организовано. Вот. Нет, это не организовано. Они просто прошляпили просто. Не знаю. Все. Не надо искать там сложных каких-то мотивов. Скорее всего, просто пробухали и все. Лайк, подписка. До встречи. С вами был Демитков Юрий. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...